Два года Жанна Фриске боролась с онкологическим заболеванием, но 15 июня 2015 года ее битва подошла к концу. В это было невозможно поверить. Успешная, любимая близкими и тысячами поклонников, только познавшая счастье материнства, певица умерла от глябластомы. Все, кто знал Жанну Фриске, задавались вопросом, почему именно ей такой доброй, открытой, позитивной было отведено судьбой всего 40 лет жизни. Бог забирает лучших, это точно про Жанну. Не сомневались поклонники. Артистке нет с нами уже 6 лет, но память о ней не угасает, Жанна жива на фото, в песнях, мыслях и словах людей. В каждую годовщину смерти 15 июня и в дни рождения 8 июля коллеги, друзья и родные неизменно посвящают звезде трогательные посты, о ней говорят в телепередачах и пишут в книгах. Все эти годы с прессой общается папа Жанны Фриске, а вот мама редко выходит на контакт и делится переживаниями. Тем не менее в 2017 Ольга Владимировна излила душу в адресованном дочери письме. Женщина рассказала, что в комнате Жанны все так же, как было прежде и кажется, вот-вот дверь распахнется, и войдет она, живая и здоровая. После смерти имя Жанны не утихает, только чаще оно всплывает в контексте конфликта ее бывшего возлюбленного Дмитрия Шепелева и ее родителей. Родственники сначала обвиняли друг друга в ворастве денег со счета фонда, который помогал Жанне, а после стали бороться за долю Платона в квартире Фриске. На днях родители Жанны проиграли суд по последнему делу, они требовали запретить Шепелеву совершать сделки с долей их внука Платона. Ведущий намеревается продать треть жилья, принадлежащую ребенку. Суд встал на сторону Дмитрия. Владимир и Ольга Фриске надеялись, что в будущем двухкомнатные апартаменты на Пресне унаследуют их внук Платон, которому недавно исполнилось 8 лет. Но у его отца Дмитрия Шепелева другие планы на эту элитную недвижимость. Кадастровая стоимость 90-метровой квартиры в Шмидтовском проезде стоит порядка 24 миллионов рублей, соответственно, за часть, принадлежащую Платону, Дмитрий сможет выручить минимум 8 миллионов. Кстати, приоритетное право на приобретение доли внука имеют как раз Владимир и Ольга Фриске, которым принадлежат другие две трети жилья. Именно они поддерживают в нем идеальный порядок, следят, чтобы все оставалось так, как было при жизни Жанны. Однажды мать и отец певицы уже спасли любимую квартиру их покойной дочери. Недвижимость планировали выставить на торги, чтобы вернуть многомиллионный долг семьи Русфонду. Но Владимир Борисович нашел выход, продал машину, дом в Калужской области, занял денег у друзей, но недвижимость оставил. Ранее в интервью отец Жанны Фриске признался, что в конце дочь уже не хотела видеть Шепелева, так как все про него поняла. Владимир Борисович до сих пор не может многое простить избраннику покойной дочери. По его словам, Шепелев плохо относился к Жанне, когда из-за тяжелой болезни она сильно изменилась внешне. Когда моя дочь у него что-то просила, он это делал, но с большой неохотой и сарказмом. Спрашивал у всех, сможет ли Жанна вернуться в свою прежнюю форму, стать такой же красивой, как до болезни. Когда врач ответила ему, нет, он вообще перестал в комнату к Жанне заходить, поделился Владимир Борисович в одном из интервью. Несколько месяцев назад Дмитрий Шепелев во второй раз стал отцом, новая жена Екатерина Тулупова родила ему сына Тихона. Дмитрий Шепелев является активным пользователем соцсетей и регулярно публикует моменты из жизни своей семьи. Однако, 15 июня, дату смерти своей бывшей жены Жанны Фриске он проигнорировал, чем вызвал негодование поклонников певицы. А вот сестра Жанны Фриске Наталья, в это время каждый год пишет пост в память об артистке. Жанна Фриске перестала появляться на публике осенью 2014 года. Тогда же фото певицы перестали публиковаться в СМИ позже выяснилось, что после рождения сына Платона от Дмитрия Шепелева, у Жанны возникли сильные головные боли. Затем стало известно, что певица больна. Тогда родные Фриске были вынуждены сделать официальное заявление. В январе 2014 года Дмитрий Шепелев сообщил, что медики диагностировали певице неоперабельную опухоль головного мозга, глиобластому. В ток-шоу, пусть говорят, был организован сбор средств для Жанны. Тогда удалось собрать около 66 миллионов рублей. Часть денег родственники Фриске перечислили на лечение, страдающих онкологическими заболеваниями. В течение 2014 года Жанна проходила лечение в лучших клиниках мира, в том числе в США, Германии, Прибалтике и Китае, где врачам удалось добиться длительной ремиссии. В определенный момент врачи пришли к выводу, что жизни Фриске больше ничто не угрожает. В январе 2015 года стало известно, что артистке стало лучше и она приходит в форму. Однако в июне этого же года Жанна Фриске умерла. Своё последнее пристанище певица обрела на Николо-Архангельском кладбище в Москве. Проститься с Жанной Фриске пришло много людей, как поклонники, так и представители российского шоу-бизнеса. Эта трагедия стала общей для всей страны. Последние пять месяцев, со слов Натальи, Жанна была без сознания, врачи отказались от нее, и больную артистку перевезли в загородный дом под Москвой. Рядом с Фриске были ее родные и подруга Ольга Орлова. На момент смерти певицы Дмитрий Шепелев с сыном Платоном были в Болгарии.